Добро пожаловать на Радио Желтых Ученых Мистер Майк Норман Вы видите, как тяжело сегодня тренироваться в спортзале, что вы нам скажете о НТД Спорт В предыдущей трансляции мы объяснили, почему НТД Спорт – лучший вид спорта в мире для лечения, красоты, мышечной массы и сжигания жира Исследователь Ферас Альмунир, создавший спорт НТД в дополнение к упражнениям, которые он разработал для тренажерного зала Также разработал домашние упражнения, которые не требуют отягощения, например, гантелей или чего-то подобного Поскольку домашние упражнения являются вторым выбором для спортсмена, когда сложно ходить в спортзал Но почему все домашние упражнения терпят неудачу по сравнению с силовыми тренировками, за исключением упражнений НТД? Поскольку силовые тренировки обеспечивают максимальный рост мышц, в то время как домашние упражнения основаны либо на аэробике, личном весе, ограниченном весе, либо на вытягивании пружин Поскольку аэробика не требует отягощения, мышцы будут развиваться очень медленно Как правило, увеличение размера мышц требует увеличения веса, с которым вы тренируетесь Тренировка с фиксированным весом, независимо от того, тяжелый или легкий вес, не может подтолкнуть мышцы к изменению, пока сам вес остается неизменным Таким образом, тренировка, основанная на вашем собственном весе, также является ограниченным решением, поскольку ваш собственный вес является постоянным Как насчет того, чтобы принести домой какие-нибудь спортивные тяжести? Если вы принесете домой какие-то гантели, гири для тренировок, это также приведет к ограниченным результатам, потому что есть упражнения, которые можно выполнять только с помощью тренажеров Особенно для больших мышц, для которых требуется тяжелый вес Ограниченный вес противоречит второму правилу, согласно которому вес должен постепенно увеличиваться Силовой пружинный эспандер может быть решением Причина отказа от оборудования, которая основывается на растяжении пружин и тому подобное, заключается в том, что уровень натяжения изменяется по мере того, как мы тянем пружины, что аналогично тому, как вы тренируетесь с разным весом в одном повторении То есть, как если бы вы несли 2 кг в начале упражнения, затем заменили их 4 кг и так далее, пока не дойдете до самой сложной точки в мышцах, затем вы несли бы 8 кг, после этого вы постепенно вернулись к уменьшению веса Это противоречит третьему правилу, согласно которому вес должен быть постоянным на протяжении всего повторения Но хуже всего то, что пружины подталкивают самые сильные точки в мышц к нагрузке с наименьшим уровнем напряжения Это противоречит четвертому правилу, согласно которому упражнения должны истощить мышечную энергию, чтобы мышцы росли быстрее В этом случае упражнение не сможет его исчерпать, так как сначала устанут слабое место, поэтому вам придется прекратить упражнение, хотя сильные стороны еще не устали Так какое же решение? Решение Ферраса Альмунера основано на том, чтобы заставить мышцы напрягаться, как если бы они несли большой вес Не могли бы вы привести нам пример? Сегодня мы будем вместе тренировать бицепсы и трицепсы Чтобы начать тренировку, нужно представить, что вы держите в руках легкую гантель Это означает, что вам нужно напрячь бицепсы и трицепсы, чтобы заставить их использовать только около 35% своей энергии, потому что сейчас вы просто разминаетесь Затем выполните упражнение, о котором я расскажу Немного напрягите мышцы Скорее всего, вы увеличиваете мышечное напряжение на мгновение, а затем уменьшаете его на другой момент, но вы должны поддерживать тот же уровень напряжения на протяжении всего упражнения, как если бы вы выполняли упражнение с постоянным весом Могу ли я тренировать одну мышцу в день? В этом домашнем методе тренировок можно тренировать не менее двух мышц Например, вы тренируете бицепсы и трицепсы одновременно, поэтому вам нужно удвоить количество традиционных повторений Например, если вы хотите добиться быстрого роста мышц, вам следует сделать 15 или 16 повторений вместо 8 Но если вы хотите меньшего роста мышц и большего сжигания жира, вам нужно выполнять 30 повторений Поскольку это упражнение было всего лишь разминкой и не было утомительным, ваше лицо говорит нам, что вы чувствуете себя комфортно Когда вы закончите подход, отдохните, выполнив другое упражнение, которое не тренирует те же самые мышцы, либо ничего не делайте Сколько времени я должен отдыхать? Перед тем, как снова тренировать те же мышцы, вам нужно отдохнуть в течение 1-15 минут, чтобы усталость от упражнений исчезла, по крайней мере, примерно на 50% Когда вы закончите отдыхать, повторите то же упражнение, но с сильным напряжением, пытаясь приложить максимум своей энергии, и таким образом ваше лицо будет отражать то, что вы делаете На протяжении всего упражнения вы должны держать руку вертикально, а грудь вверх и дальше от плеча Вы должны полностью сгибать и разгибать руку, потому что пятое правило гласит, что уменьшение диапазона движений лишает мышечную часть роста и приводит к замедлению общего роста мышц Я должен сделать это в течение 1 секунды Время, необходимое для выпрямления или сгибания руки, должно составлять не менее 3 секунд После отдыха выполните следующее упражнение, которое тренирует разные точки одних и тех же мышц Вы можете делать это в вертикальном положении или согнувшись, но во всех положениях ваше плечо должно быть направлено вверх, используя максимальный диапазон плечевого сустава, тогда вы прикладываете максимальную энергию Я слышал, что двойная система в NTD Sport дает очень быстрый рост мышц Верно После отдыха выполните следующее упражнение, относящееся к двойной системе, которое было объяснено в видео под названием «Лечение плеча и увеличивание груди» Держите спину вогнутой, а голову вверх, удерживая что-то статичное, что гарантирует, что ваши предплечья останутся статичными, чтобы вы могли проявлять больше энергии на протяжении всего упражнения А как насчет разминки? Поскольку все упражнения в этой трансляции связаны с одной мышцей, нет необходимости в специальной разминке для каждого упражнения Достаточно первой разминки, которую мы сделали Повторение одного и того же упражнения в течение одного дня истощит мышцу и замедлит ее рост Но прежде чем повторить то же упражнение в другой день, вам следует отдохнуть от 4 до 27 дней Это зависит от того, какого уровня вы достигли в этом виде спорта Опытному спортсмену нужно больше дней отдыха, чем новичку Если вы выбираете, например, 27-дневный отдых для одной мышцы, разделите мышцы на 7 групп Если вы хотите тренировать их все, тренируйте 2 разные мышцы каждые 4 дня Но эта информация совсем необычная Я знаю, что этот долгий отдых вас удивил, но доказательство этому, что наслаждение наступает во время еды С другой стороны, этот длительный отдых подходит для домашнего метода NTD, который не требует отягощения Что касается метода тренажерного зала NTD, который основан на весе, он также предлагает более длительный отдых, чем обычно, но в то же время не допускает такого длительного отдыха Тогда я должен приложить максимум энергии, чтобы получить все преимущества упражнений Вы должны приложить максимум энергии с повторениями от 15 до 30 раз в сегодняшних упражнениях, чтобы увеличить мышечный рост и избавиться от боли в локтевом суставе Но вам следует использовать только 35% своей энергии в следующих случаях Во-первых, когда вы делаете разминку перед тем, как приложить максимум энергии Во-вторых, когда вы новичок в свой первый тренировочный день, тогда вы должны делать только разминку В-третьих, когда вы хотите, чтобы ваши мышцы только подтянулись, без сжигания жира или роста мышц, вы всегда должны делать только эту разминку и с повторениями от 15 до 30 раз Но если вы хотите сжечь жир вокруг плеча на максимальной скорости и не заинтересованы в росте мышц, вам следует выполнить только первое упражнение в этой трансляции с максимум 376 повторениями, непрерывно или с несколькими отдыхами Делайте это каждые 3 дня один раз и прикладывайте минимально возможное количество энергии, потому что это не должно быть утомительным, а скорее должно быть таким же усилием, как при ходьбе по улице Эта информация меняется с каждым упражнением Информация, которую я сказал вам в этой трансляции, также является общими правилами, и все домашние упражнения NTD будут соответствовать этим правилам Здорово! Уважаемые слушатели, в следующих передачах мы расскажем об упражнениях для других мышц Майка, спасибо, что зашли Спасибо, что пригласили меня Уважаемые слушатели, в следующих передачах мы расскажем об упражнениях для朋友